Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 14 февраля вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Цены на пшеницу в мире продолжат падение, аграрии могут снова передержать подсолнечник. Россельхознадзор призвал тщательнее проверять семена. Эти и другие новости расскажем подробнее. Мы благодарим за поддержку этого выпуска семеноводческое хозяйство ООО имени Кирова из Песченокопского района Ростовской области. Имени Кирова предлагает аграриям приобрести элитные семена ярового ячменя, сортов богатыри магнит, горох слован, лен масличный внеимк 620 и люцерну багира. Обеспечьте себя к посевной качественными семенами высокоурожайных сортов. Цены и условия уточняйте по телефону, который вы видите на экране. На прошлой неделе в Москве прошла 14-я международная конференция «Где моржа», которая ответила на извечный вопрос аграриев – когда продавать пшеницу. Выступление главы Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько не дало шансов на оптимизм. С текущими экспортными ограничениями внутренняя цена на пшеницу с протеином 12,5%. На базе ССПТ Новороссийск так и будет болтаться в коридоре от 14 до 15 тысяч рублей за тонну без НДС. С начала сезона лишь однажды цена на пшеницу выскочила за этот рубеж. В августе она опускалась до 13 700 рублей в результате колоссального притока зерна. Но потом снова вернулась в указанный коридор. И как бы ни менялись курс доллара или цена на фобе, вряд ли за эти виртуальные барьеры цене удастся вырваться. От базы ССПТ Новороссийск в целом танцуют и все остальные цены внутри России. Разве что в центре страны наметилась наибольшая разница в закупочных ценах на тройку и пятерку, в связи с тем, что предложение продовольственной пшеницы там небольшое. Что касается базиса ФОБ Новороссийск, то здесь, по оценке Дмитрия Рылько, в течение оставшихся месяцев сезона продолжится сползание цены до 280-285 долларов за тонну. Причиной эксперт назвал рост ставок кредитования по всему миру, из-за чего развивающимся странам становится все сложнее финансировать свои закупки продовольствия. Ну а также более высокая, чем на аналогичную дату прошлого года, мировое предложение зерна. Стратегия хранения урожая в этом сезоне себя в отношении пшеницы совсем не оправдала. Пошлины сгладили все скачки, поэтому в условном выигрыше оказались лишь те хозяйства, которые сумели продать урожай и подешевле приобрести средства производства к новому сезону. Но опять же, этот выигрыш тоже можно назвать очень условным, потому что, как свидетельствуют данные ИКАР, в России идет повсеместное схлопывание моржи растеневодов. И если на юге аграрии еще что-то зарабатывают, то в центре и дальше выручка от урожая 2022 года полностью уходит на закладку урожая 2023 года. По крайней мере, по пшенице. Планирует ли Минсельхоз каким-то образом спасать отечественных растеневодов? Ответ на этот вопрос мы также услышали на конференции «Где моржа?». Замминистра сельского хозяйства Андрей Разин сообщил, что в 2023 году продолжится выплачивание субсидий на производство зерна по ставке 2000 рублей за тонну. Причем в текущем году в зачет пойдет в том числе и то зерно, которое было продано в прошлом году. Правда, сегодня на зерновую субсидию в бюджете предусмотрено до 2023 год всего 10 миллиардов рублей, тогда как в прошлом году было выделено в два раза больше – свыше 21 миллиарда рублей. В Минсельхозе считают, что отрегулировать рынок должно также сокращение посевных площадей под пшеницей и увеличение их под зернобобовыми. Еще в декабре Минсельхоз согласовал с регионами план структуры площадей, в котором посевы пшеницы должны были уменьшиться на полмиллиона гектаров по сравнению с прошлым сезоном. А вот посевы под яровым ячменем, напротив, следует увеличить на 400 тысяч гектаров для растущих нужд животноводства. Площади под зернобобовыми тоже должны вырасти на 125 тысяч гектаров, прежде всего за счет сои и гороха. Впрочем, Союз экспортеров зерна говорит, что нужно увеличить площади еще больше, поскольку для нас открылся рынок Китая, который будет приобретать эту культуру с большим удовольствием. Друзья, если вы задумываетесь о приобретении семян гороха, обратите внимание на предложение нашего партнера, компании Агролига России. В арсенале Агролиги семена популярных сортов гороха Нордманд, Ямальский 305 и Виоланта, а также собственные селекционные достижения сорта Ямал, Ямальский и Агроинтел. Предложение актуально для всей территории России. Подробности в ссылке под видео. Аграрии снова наступают на грабли, заявил на конференции «Где моржа» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Представитель переработчиков объяснил, что сельхозпроизводители в текущем сезоне, так же как и в прошлом, не спешат продавать урожай масличных, который оказался рекордным. Из-за этого в первой половине сезона маслозаводы были недозагружены на 30%, а во второй половине могут просто не успеть все оставшееся сырье переработать. И в новый сельскохозяйственный год мы опять войдем с рекордными переходящими остатками. Ту же самую мысль уже на другой конференции Горной зерновой ассамблей повторил директор по закупкам сырья группы компаний «Благо» Виктор Пашков. По его словам, в прошлом году переходящие остатки подсолнечника достигли 787 тысяч тонн. К августу 2023 года они удвоятся и составят уже 1 миллион 700 тысяч тонн, поскольку нет ритмичной загрузки мощностей. Аграрии, конечно, придерживают продажи подсолнечника не из вредности, потому что в условиях падение рентабельности всех остальных культур подсолнечник еще хоть как-то помогал хозяйствам выехать. Но и здесь рассчитывать на сверхвысокую маржу не приходится. Вот почему. Мировое предложение масла сейчас остается достаточно высоким, и цены на масло продолжают падать. По словам Дмитрия Рылько, цены каждую неделю опускаются на 5-10 долларов. Впрочем, в отличие от пшеницы, цены на подсолнечник все-таки более-менее реагируют на изменения курса доллара. И чем слабее рубль, тем выше могут подняться цены. По оценкам ИКАР, в Центральном федеральном округе на базе СПТ тонна подсолнечника сегодня стоит 34,5 тысячи рублей с НДС. Если доллар будет дешевле 70, то цена окажется в коридоре 32-34 рублей. При подорожании доллара свыше 75 рублей цена поднимется до 36-38 тысяч рублей за тонну. То же самое с ценой на СОЮ. При крепком рубле может быть падение до 37-39 тысяч рублей, а при крепком долларе, наоборот, повышение до 44-45 тысяч рублей. Ну, по крайней мере, вот такие прогнозы делает ИКАР. И говоря об этом, хочется снова вернуться к Михаилу Мальцеву, который сказал, что подсолнечник нужно продавать ритмично, потому что в момент, когда цена поднимется и продавать начнут все, цена снова обвалится. С рыночными новостями закончим одним коротким известием. Минсельхоз России распределил квоты на экспорт зерна. И это снова было сделано по историческому принципу. То есть те, кому удалось больше всего продать в начале сезона, получили большую квоту и на вторую половину сельхозгода. В списке, опубликованном Минсельхозом, оказалось 203 компании. Объемы им предоставлены разные. Например, ООО «Трапеза» получило квоту всего в 19,5 тонн зерна. А вот «Рифу» позволили вывести 4 миллиона 909 тысяч тонн. Росельхозцентр в Ростовской области призвал аграриев проверять семена сельхозкультур перед посевом. Сотрудники филиала заявляют, что в этом году участились случаи, когда семенной материал не соответствовал заявленным характеристикам. В первую очередь это касается, как вы догадались, импортных партий семян подсолнечника и кукурузы. В числе наиболее частых проблем специалисты Росельхозцентра назвали смешение нескольких сортов или гибридов, а также некачественное протравливание, которое иногда даже видно невооруженным глазом по разному цвету окраски семян. Новых заявлений о квотировании импорта семян Минсельхоз России еще не делал, а между тем уже середина февраля. Зато в России семеноводство продолжают развивать энтузиасты. Так, например, появился у нас Национальный селекционно-семеноводческий консорциум по селекции производства семян подсолнечника. В него вошли экспортер Биатон, один из крупнейших масложировых холдингов Эвка, а также производитель семян Русиц и Краснодарский в НИИ масличных культур имени Пустовойта. Усиленно занялась семеноводством и компанией Щелкова Аграхим. Ее глава Салис Каракотов на конференции, где Маржа пообещал, что к 2025 году Щелкова Аграхим обеспечит половину потребности страны в семенах сахарной свеклы. Ему же принадлежат слова о том, что Аграрии России отдавали зарубежным производителям семян по 100 миллиардов рублей, и эти деньги теперь должны полностью перейти отечественным селекционерам. Ну и напоследок хочется привести данные Росельхозцентра, которые наш доктор заботливо упаковала в инфографику. Это количество посеянных в 2022 году семян озимых культур и доля элиты среди них. Нас поразили успехи Краснодарского края, где при огромном количестве посевов так высока оказалась доля семян наивысшей репродукции. Вот где селекция действительно преуспела. И мы надеемся, что во всех регионах России чиновники поймут, наконец, значимость субсидий на элитные семена, которая поддерживает не только селекцию, но и семеноводство. На прошлой неделе в Москве прошел ежегодный съезд АКОР. На нем российские фермеры снова заявляли Минсельхозу о проблемах в отрасли и требовали их решения. Из наиболее важных предложений, которые принял в работу председатель АКОР и депутат Госдумы Владимир Плотников, были такие. Убрать акцизный сбор на дистопливо для аграриев, потому что тракторы и комбайны не ездят по федеральным трассам. Выровнять тарифы для фермеров и промышленных предприятий, а также развернуть закупочные интервенции по всем регионам и нарастить запас зерна в интервенционном фонде минимум до 10 миллионов тонн. Хотя Минсельхоз на прошлой неделе сказал, что закупки увеличивать не планировать. Вполне возможно, что в окончательной резолюции, которая будет сформирована в ближайшие дни, появятся еще какие-то пункты. Например, представители АКОР требовали написать обращение к президенту России об отмене пошлин, но с этим как-то не сложилось. Значит, уважаемые друзья, минуточку внимания. Мы демократично просто поступаем, ведем, давайте уважать друг друга и договорились так. Спасибо большое. Желаем всем добра, здоровья, успехов, хорошего возвращения домой и будем также верой и правдой служить фермерству России. Спасибо большое. Напоследок расскажем вам три коротких новости из сферы законодательства, которые отчасти затрагивают аграриев России. Во-первых, депутаты Госдумы в третьем, то есть окончательном чтении, приняли поправки, которые обяжут грузовой транспорт бронировать дату и время для пересечения государственной границы. Как ранее отмечал председатель Комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев, данная норма позволит избежать очередей в пунктах пропуска на границе. Во-вторых, в России утвержден уже официально полностью порядок введения реестра земель сельхозназначения. Эта процедура коснется не только федеральных ведомств, но и правообладателей земельных участков. А к ним относятся и собственники, и землепользователи, и землевладельцы, и, конечно, арендаторы. Им предстоит вносить сведения о фактическом использовании земельного участка, миллиардивных мероприятиях, сведения о севе и гибели сельхозкультур, о примененных пестицидах и еще разные данные, которые содержатся в списке из 22 пунктов. Причем при внесении сведений придется пользоваться цифровой подписью. Это требование не коснется только граждан, которые занимаются садоводством или огородничеством. Сразу оговоримся, что документ, который утвердило правительство, еще сырой. То есть конкретных дат, когда нужно начинать вносить сведения, мы не знаем. Поэтому пока можно просто морально готовиться к еще одному, так сказать, в ГИСу по земле. И последняя новость на сегодня. С февраля был ужесточен федеральный закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов. Согласно 7 пункту, статье 40, охотинспекторы получили право на применение физической силы и оружия для задержания браконьеров. Ранее инспекторы могли только проводить проверки, изымать незаконно добытых животных, продукцию, оружие, транспорт и документы. Ну а теперь незаконных охотников могут и подстрелить. Будьте тоже к этому готовы. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что остаетесь с нами. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Не забывайте ставить лайк. Это позволяет продвигать наши видео среди других роликов ютуба. До следующей недели. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok